Привет всем! Сегодня видео про баночки. Я снова накопила целую гору. Смотрите, полная сумка пустых баночек. Давайте разбирать. Начнем с вот такой пары для волос. Я брала эти два средства сразу, чтобы пользоваться ими как комбо. Это шампунь и бальзам-кондиционер от фирмы Vela. Раньше я обожала эти средства. Мне очень нравилось, как они работают на моих волосах. Особенно классный кондиционер. Он экономный, он хорошо действует для того, чтобы волосы хорошо расчесывались. Шампунь тоже хорошо вымывал волосы. Ничего плохого не могу сказать. Они мне сейчас нравятся. Просто периодически нужно делать перерыв, потому что мои волосы и моя кожа головы привыкают к этим средствам. К тому же они достаточно бюджетные. А это пустая баночка из-под моего любимого на данный момент геля для душа фирмы Palmolive. Грифрут и сок имбиря. Я обожаю все цитрусовые ароматы, поэтому этот гель запал мне в душу. Он был, по-моему, кремовым. И мне нравится то, что тело пахнет после этого геля очень приятно и нежно. У меня уже куча этих баночек стоит в запасе, поэтому я сейчас могу со 100% уверенностью советовать эти гели вам. Но будьте осторожны, не все ароматы тут хорошие. Нюхайте на свой вкус. Я люблю цитрусовые, поэтому покупаю вот такие типа грейпфрута, имбирь, лимон. Есть тоже такие сладкие ароматы и с ними нужно аккуратно. Мне не все они нравятся. Обожаю этот гель, советую всем. Когда-то давно, еще, наверное, год назад купила я вот этот спрей двухфазный для волос в аптеке. И сначала он мне очень нравился, но со временем он стал неприятно пахнуть. И никакого эффекта на волосах я не увидела, поэтому я им даже перестала пользоваться. И там еще что-то у меня обултыхается. Стелл 100 гривен, марка хорошая стель, но как-то мне не зашел. И больше я пока их покупать не хочу. Если бы вообще ничего не пробовали с этой серией, то обязательно попробуйте. Потому что для новичков, так сказать, когда вы с нуля что-то пробуете, это всегда вау. Это средство хорошее, просто я от них устала. Я очень часто ими пользовалась. И пускай фирмы Avon как таковой в Украине уже нет, но я все равно ее заказываю. Закончилась у меня пенка для умывания, матирующая, вот такая вот. Чем мне понравилась эта пенка? Она реально снимает макияж, даже стрелки. Не раздражает кожу, скрипа вымывает. Конечно, это недостаточное очищение кожи, но тем не менее она классно работает. И новая банка у меня уже стоит в ванной комнате. Очень ее советую, попробуйте, мне нравится. Вот этот тот самый гель, о котором я говорила, Палмолев с гранатом. Тоже очень ароматный тело, после него приятно пахнет. Я его обожаю. Такой же еще один стоит у меня на полке. И вообще почти вся серия Палмолев очень классная. Наверное, стоило бы сразу показать все гели Палмолев, которые у меня закончились. Но да ладно. Еще вот такой у меня был гель. Он уже более такой дорогой, с ароматом дорогих духов. И тоже очень классный, вкусный. И я бы этот гель использовала на какие-то мероприятия. Чисто там, вот если я собираюсь на день рождения, хочу хорошо пахнуть, я бы мылась вот этим гелем. Он такой прям роскошный. Тоже могу советовать. И сразу в этот же ролик запишу то, что я еще добила вот этот гель. Тоже классный, с лаймом. Очень люблю эти гели. Их баночки, эту фирму. Очень советую, тоже бюджетно. И у них появились сейчас большие версии, литровые, которые стоят дешево. И они, получается, выгоднее, чем маленькие покупать. Очень разные ароматы на любителя и ваниль, и клубника, и персик. Поэтому обязательно попробуйте, если еще их не пробовали. Антиперспирант, да, мой самый любимый. Это Powder Soft. Не помню, понравился он мне или нет. Но самое большое из них мне не понравилось с грушей. И какой-то еще зелененький. Все розовые антиперспиранты мне запали в душу. Нравятся, очень хорошо работают, поэтому советую. Еле выжившая баночка. От чего это? Это, по-моему, маска от Pantene для сухих волос, которая не делала ровным еще там ничего. Но я ее добила до конца, потому что надо было чем-то пользоваться. Второй раз не куплю. Вообще, эта марка мне не подошла. Помню, когда я стояла в Еве и покупала что-то из своего списка косметики, консультант мне посоветовала вот такой вот скраб для тела. Он был у них на вот этой скидочной панели. И сказала, что вам очень понравится. Ну, я взяла. Он был такой, несколько слоев в нем было. Тут лимон, что-то еще. И он такой маслянистый. То есть, когда я проскраблю все тело, оно такое влажненное. И не нужно дополнительного влажнения. Я сначала так посмотрела на нее. Подумала, что ты меня разводишь на это средство. Но потом я купила еще одну банку, потому что она реально классная. Только второй раз, когда я купила этот скраб, я почитала, что в составе есть масло растительное, подсолнуховое. Ну, наверное, это одна из частей натуральности, я так понимаю. Но этот скраб очень классный, очень экономный и бюджетный. Еще одна пустая баночка из еще одного моего любимого скраба. Самого любимого. Это солевой скраб фирмы Energy of Vitamins. Я его обожаю за его цитрусовый аромат. Я просто на нем вымешана, как вы уже поняли. Классные скрабирующие свойства, характеристики. И очень классная у них баночка. Но этот скраб, он подсушит кожу, потому что он солевой. После него нужно увлажняться. За долгое время, это, наверное, впервые у меня пустая баночка от крема для рук. Тоже этой же фирмы, я только показывала вам недавно. Гель для душа. Про крем ничего не могу сказать. И ни хорошего, ни плохого. Обычный крем для рук. Без особого запаха, без особого эффекта. Можно даже сказать, он никакой. Не буду больше покупать. И выкидала без зрения совести пустую баночку. Добела до нуля только потому, что не было просто других кремов. Купила этот, но хочу пробовать другие. Посоветуйте хороший, пахущий крем для рук, если вы знаете, который можно купить в Украине. Очередной кремик от Avon. Дневной матирующий. Который я обожаю. Я не знаю, сколько банок я уже использовала, но не перестаю радоваться этому средству. Очень советую. Сейчас я пробую другой уход, но такой крем у меня все равно есть. Очень люблю его. Чего не могу сказать в следующей пустой баночке. Потому что она, во-первых, не пустая. Абсолютно полная. Получится, что я решила попробовать праймер. И этот праймер заказала я в Avon. Мне не понравился первый его запах. Он такой пластиково-синтетический. Пахнет, как будто он пропавший. И очень сильно после него жирнится кожа. Я не поняла, почему. Я по-разному его пробовала использовать. Возможно, для моей жирной кожи он не подходит. Он слишком забивает поры. А поры должны, наверное, дышать у меня. У меня комбинированная кожа. Поэтому я его выбрасываю. Плюс ургодности, скорее всего, у него уже прошел. Потому что я его давно покупала. Но как-то вот с этими средствами я не могу подружиться. Мне они не подходят. Все умывалки, очищалки, скрабы очень классно на мне работают. Поэтому, если вы думаете его покупать, обязательно посмотрите, какая у вас кожа. Для сухой кожи, я думаю, это будет просто обалденное средство. Которое будет даже подсвечивать ее изнутри. Дальше, мои любимые духи от фирмы. Какая фирма? Джан Марко Вентури. О, наконец-то я знаю эту марку. Я почему-то всегда думала, что они... Марка называется Girl. Нет, это просто серия называется Girl. Боже, как они пахнут. Вкусно. Это духи моей молодости. Не детства, а молодости. Я в институте, помню, первый раз для себя их открыла. Потому что они пахли лимончиком. Я когда шла на пары, я брызгала себе на шарфик. И это просто было обалденно. Пахло вот этим свежим лимоном, лаймом. И до сих пор люблю эти духи. Но они не стойкие. Очень много их надо выпрыскать на себя. И достаточно небюджетные. Тоже сейчас пробую миниатюрки дорогих духов. Скорее всего, остановлюсь на них. Но для девочек, для девушек, которые, например, в школе учатся, когда нельзя стойкие духи на себе носить. Вот это просто обалденный вариант. Особенно, если вы любите лимончик, так же, как я. Еще одно средство, которое я не поняла от Avon. Возможно, потому что у меня тип кожи комбинированная. То есть, она ближе к жирной. У меня слишком жирная эта зона. Это питание. Легкое масло для питания кожи. Я думала, буду наносить перед сном, чтобы за ночь кожа там напитывалась, увлажнялась, натягивалась. Но почему-то это масло делает такую пленку на мне. Она абсолютно не впитывается в кожу. И утром я встаю с тем же маслом жирной кожи. Вот как-то тоже не разобралась. Не понимаю, как его использовать. Вот все, что могла, использовала. Все остальное, наверное, использую на ноги, на пятки, которые у меня постоянно сохнут. Ну, ничего не буду говорить, потому что, скорее всего, оно просто мне не подходит. Потому что я брала на тест. Еще раз говорю, если кто-то это брал, расскажите, как у вас кожа на него отреагировала. Так, дальше пустая баночка от матовой помады LCF. Абсолютно классная была помада. Делала все, что нужно. Просто сурогодности прошел, выбрасываю. Цвет мне нравится под цвет Гуд. У меня сейчас, кстати, тоже матовая помада, но от Глэмби. И эта помадка где-то вот в тон попадала. Но она более натурально выглядела на губах. И мне это безумно нравилось. И очень хорошая, советую. Пробовала только ее из этой марки. Ничего плохого не могу сказать. Дальше мой абсолютный любимчик. Фирма Глэмби. Карандашик для бровей. С этой стороны вот такая щеточка. С этой стороны карандашик, который выкручивается. И он тут такой достаточно длинный. Для меня подходит идеально оттенок 02. Я уже третий карандаш покупаю именно этой фирмы. Бюджетный. Классно держится. Удобно наносится. Есть щеточка. Не надо париться. Так что бюджетно. Классно. Советую. На себе уже перепробовала. Все просто. Для бровей, наверное. Последняя баночка. Она тоже не пуста. Это от мыла для бровей. Фирма Сэвич. Покупала у меня в городе у девчонки, которая бровист. Первый раз попробовать хотя бы что это такое. И скажу вам, что в принципе мыло для бровей неплохая штука. Если у вас классные пышные брови. У меня брови с проплешинами. Когда их подымаю, делаю такие разделенные волосочки. А потом карандашиком заполняю пространство, которое не хватает волосков. Они выглядят немножко ненатурально. Поэтому я от этого метода отошла. И на мне почему-то мыло это очень сильно тает. Поэтому я пока им перестала пользоваться. А выкидываю, потому что с угодности пришел. Возможно, когда-нибудь я еще раз попробую. Но не в этом году, наверное, точно. Надо отрастить брови для начала, чтобы этим пользоваться. И надо, чтобы, мне кажется, погодные условия соответствовали. То есть на холодную пару года, я думаю, это подойдет очень классно. Летом таким пользоваться я бы не советовала. Вот и все. Пустые баночки закончились. Наконец-то я вам обо всем рассказала. Пишите, что вы использовали. Говорите, что можно использовать на замену. Может намного бюджетнее. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока!